так 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 говорит пулеметчик так 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 говорит пулемет здорово ребята девчата сегодня комментарии я бы зачитал но его не видно там личное оскорбление потому что с чепушилы и прочее я бы с удовольствием прочитал но youtube его за от отрубил то есть я его вижу только в email и это хорошо на видео которое про доктора каспиролога американского кайропрактика мануального терапевта вот это классно так сегодня ребятки и девчатки по просьбам трудящихся кто не кто первый раз и у кого кто хочет чтобы задница подгорела оставайтесь и приходите на другие видосы потому что я гарантирую у вас она подга она у вас очко я имею ввиду подгорит как надо я и кей crazy russian он не под своим именем александр колесников меня зовут окей он под что-то мутит это раньше было сейчас такого нет к сожалению то есть оставляйте ваши злобные добрые любые комментарии самые классные я зачитаю так продолжаем вводную загрузку про 10 востребованных они то что востребованные они по-английски это будет звучать немножко по-другому это будет звучать 10 работ которые обеспечат вам стабильную зарплату они не испарятся завтра я был приятно удивлен я начал небольшое расследование я спросил своего кореша который у нас очень достаточно умный чувак мой кореш из из хорватии вот он не написал мы сегодня об этом не будем говорить мы поговорим в следующий раз когда-нибудь достаточно скоро но это я статейку прочитал в разных местах и для себя я вывел такое я сам немножко удивился и от 2 3 раб ну от 2 скорее всего работы или 3 сейчас я до 2 это точно сейчас я минуточку подсказочку себе так у нас здесь все нормально откат идет нормальный ну все слава богу youtube последнее время отписывает вас от ваших постоянных подписчиков отключает колокольчик вы замечаете я не прошу никогда подписан подписаться не подписаться это это не помогает вот эти молитвы и подписки но то что youtube делает если вы не подписаны и не ставите колокольчик вы пропускаете стрим а последнее время мне стримы делать при при прикольно они очень мне мне нравится так общаться но у меня есть несколько несколько уже скетчи таких написанных на к примеру почему в чем разница американки жены американки не по национальности чем русской к примеру ну русско в основном спрашиваю про про русских аркаша здорово как у тебя дела это стандартный вопрос братан но мне правда интересно как у тебя дела так в высматриваю мою подсказочку 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 окей сейчас наверно я зачитаю потому что это значит опрос производил производила такая компания которая занимается лоун кредитами на ваше образование здесь ребят нормально то есть ну что у вас вам 18 лет как сыну старшему моему ну сейчас он 20 будет 20 до 21 он заканчивает закончил второй курс в колледже он финансист конечно же мы ему оплатили и у него был небольшой деньги скота scholarship но если вы из из семьи которая ну может чуть-чуть может оплатить вы берете student loan да из-за этого потом люди попадают долги они они начинают ну шиковать и прочее получают хорошую работу и прочее но надо фокусироваться сразу на выплату всех долгов но был полу занять student loan это совершенно нормально спасибо аркаш нормально но молодца да мы потихонечку здесь все тут дожди идут мрачные так вот я этому списку в основном доверяю и это совпадает с моим но для меня вызвало небольшое ну не замешательство конечно но такой вот о я сделал прям прочитаю значит а опрос был в мае дома и был немножко немножко позиции этих работ поменялись это все для америки ребят может быть вы да ну даже нет частично вещи вам будут немножко странноват и короче клэрджи клэрджи английское слово клэрджи это любой раб священнослужитель в разных религиях неважно какой они религию он ну в основном главный и его помощник и прочее 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 то есть священник номер один самая стабильная работа они не потеряли в заработки ну какие-то малейшие может быть маленькие церкви закрылись церкви закрылись вы понимаете но некоторые церкви наша церковь я не говорю что я я я так сказать по инерции хожу меня это устраивается на меня сильно не давит я делаю это все добровольно в нашей церкви а по люди очень а от advance развиты из технологий да они сразу сделали вот эти онлайн буквально там через две недели мы уже смотрели онлайн все эти службы там еще есть служба альтернативная так спасибо аркаша обязательно передам сейчас еще только все просыпаются не скоро вторая профессия вот это я не очень понимаю яду должен какой-то расследована ну да все из-за вируса ребята все из-за вируса не просто так про свою работу я уже вам рассказывал в первой загрузке если вам интересно я могу еще рассказать это нет проблем вторая профессия архитектор опять-таки то есть эти люди немножко с прицелом смотрят они выдают они основываются на кредитах до лоунах как говорится что вы подумаете что вы будете архитектором ну конечно же нужно какой-то минимальный талант чтобы развить добудет супер архитектор но есть просто архитектор и которые делают там обыкновенные маленькие домики да вот этот вот вот эта контора то есть она смотрит в будущее не сегодня не завтра послезавтра ну и разумеется вот опрос был в мае архитектор то есть учиться на архитектор и выучиться сделать ваша 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 специальность позиция будет сикер по-русски сказать она будет защищена вот такая с позиция ну разумеется вы не просто нас укуриете третье место фарма сест то есть человек может быть таблеточки просто собирает в аптеке в аптеке в скорее всего в отделе это сейчас очень популярна не маленькая аптечка а в отделе аптеке в большом супермаркете он собирает таблеточки ну так вот что фармасист это обманное решение мы про эту профессию поговорим но тем не менее вот это вот позиция он не только он 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 со знанием у него как правило четыре года в университете по этой по общей что-то по биологии к примеру плюс два года как минимум для а может быть и больше это отдельная история это тоже я не тоже немножко удивлен немножко да так о фармасист 3 4 юрист опять же таки я не говорю о каких-то юрист занимающийся специфическими юридическими вот направлениями это в общем все ребята окей то есть и вы уйти вы выучить на юриста где в 80 процентах у ваша работа будет защищена вы будете там опять в юриспруденции вот так рассмотрим это сейчас опять у нас просто придет перечисления о здорово бога ща потерпи мы мы под конец стрима самая то людям не очень это нравится потом я все зачитаю все все это самое мы с тобой почерпим пятое место это физишен по английски вы даже сейчас сейчас узнаете слова английские физишен это доктор опять же доктор не как доктор вот этот конспиролог он мануальный терапевт ну я считаю это не не доктор но я могу называть бума конечно доктором но это нет тем более наверно не очень супер потому что ему там воткнули там с правительства и с с board of doctors как как очень на него две разные организации мощные одна государственная другая докторское сообщество скажем так наехала и он сейчас вот за начал балаболить очень много ну бизнес надо вернуть я понимаю но на конспирологии это оказалось самое простое невероятно вот это было немножко не то что немножко странно немножко короче у нас шестой шестой вот так шестой учитель опять чки может быть профессор в университете может быть учитель в каких-то мелких классах может учитель в high school может учитель все что угодно это опять ребят в общем да там тоже наверное с градацией учителя полут потеряли они держатся практически в 70 процентах сейчас и не теряют свои так сказать высоты дальше 7 7 7 7 7 corporate employee очень широкая corporate employee то есть корпорация кока-кока-кола там 70 процентов также осталось не поменялся у них я говорю кока-кола но я имею ввиду размах может быть небольшая компания но корпорать корпоративная там но есть какие-то градации наверняка откуда начинается руль обычно корпорат корпоратив по количеству этих очень большая средняя большая я думаю даже маленький корпоративчик оказывается выставил все-таки мелкие всякие бизнесы к сожалению ну тут и бабки не ходи так далее норс это у нас восьмое пять и три восьмая норс тоже очень такой размытая норс можно там мочу так сказать и говно вынимать и либо же делать какие-то только укольчики или сидеть они немножко на другая по-другому называются ну к примеру я хожу на на каждый год не важно встречает меня до медсестра норс она делает мне быстро обмеряет проверяет давление кровь нет кровь она даже не берет все вот это норс стабильно дальше физишин ассистент это уже немножко посерьезнее вот подсказывает нам multi-channel здорово физишин врач медик доктор терапевт лекарь целитель да целитель вряд ли целитель это немножко что-то магическое шаманское там общение это колл-целитель и я не думаю что если они имеют образование может они практикуются но не будем на это отвлекаться физишин ассистент вот физишин ассистент когда я прихожу на обследование просто самое простое каждый год меня компания не заставляет но они дают бонусы и я конечно хожу добровольно такие бонусы деньги их я не могу потратить в магазине но они идут эти деньги если ребятам зубы что-то нужно там починить подделать пацан ногу сломал эти деньги пошли туда ну плюс страховка разумеется это наверх и значит фи же физишин ассистент уже вот это норс передает меня физишин ассистент дамочка делает уже мне она ли либо она либо это норс друг другая норс 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 тишина наверно да сейчас мы как раз вернемся к нее к ней к такой позиции в основном это женщины делает укольчик берет берет кровь и все тоже но она с у нее есть специализация для того чтобы это делать все профессионально физишин ассистент она мне делает рекомендации она мне выпишет какие-то мелкие лекарства или что-то в этом духе то есть она имеет небольшую ответственность за она не ставит то есть я не за какой-то мощной болезнью примеру еду а очень с мелким ну каким-то синдромами я не знаю простуды вот так вот это норс физишин ассистент скажет да у тебя вот нужно лечиться так 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 и так это уже ответственность дальше идет у нас на десятом месте я я вместе наверно соединил на десятом месте идет норс практишна вот эта дамочка которая как раз делает укольчик обмеряет взвешивает и у нее квалификация позволяет вот делать не укол если нужно укол она сделает но она берет кровь то есть она уже работает вами с вами физическом таком вот контакте можно сказать и теперь 11 вот не догад я не догадался сразу я думал я думал другой я думал ну что-то я не говорю о работниках мигдональдс даже менеджер работников мигдональдс я не говорил о фуде индустрии еды индустрии не думал а я немножко подумал что это будут косметологи оказалось не косметологи а кто вот вставляет там грудь грудаки там делают всякие нет не это оказались дантисты невероятно то есть у них почти больше они очень много потеряли короче половина из них вообще лишилась работы а где-то процентов 70 80 опять но этот данные одни в другом месте другие но в общем этим можно относительно верить я офигел так читаем и завязываем на сегодня скорее всего а у нас даже люди так диспансеризация спасибо ребят по-русски я говорю очень плохо может у меня нет акцент такого американского когда я уже 35 лет житл америки нет такой херни у меня нету но слова у конечно очень сложно подбирать но я стараюсь стараюсь так ежегодно диспансеризация ну наверное да да похоже перейдем с английского помощник врача в сша канаде это ты про помощника до врача такие тоже норс норс или даже несколько врачей работают на в операционном это мне нужно узнать у меня очень хороший друг мой коллега даже босс когда-то был доктор нейролог он делал он сам сделал два 2000 мы посчитали вместе с ним от двух до двух тысяч пятьсот операции он открывал череп прикинь что в голове у человека но немножко конечно со странностями но у него были несколько там операции несколько часов идут и у него он сменяли его люди вот ок представляете квалификацию вот этого физишин ассистент чтобы подать специальный инструмент для для него и одновременно проверять биометрию все эти данные да ну вот или просто там сделать укольчик но практически это на том же уровне так фельдшер фельдшер да то есть фельдшер вам какой-то ну рекомендации уж точно он вам даст это стопроцентно так роман котлеренко здорово кто кто хочет а ты что что кто-то хочет а мир отъехать в америку ну ребят в америку почему не отъехать я не делаю никакие я не зазываю я не я вам показываю что что есть что возможно не на родине по ним говорит аркаша аркаша мой старый кореш с далеких девяностых так что волкам спасибо что заходишь тоже братан так общепит так танкисты так вас не отпустят ага ну а вояки врачи чем отличаются отличный вопрос ну практически ничем единственное что вы под так сказать вообще под козырек вот ну да я не говорю о каком-то долге и прочее 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 это рабочие какие-то вы работаете наши радиологи к примеру врачи да я работаю с радиологом как врачами каждый день ну сейчас не в офисе но когда в офисе у них соответственно какие-то контракты что они делают что они не делают но такого врача очень будет сложно мэнди тори как ему приказать и переехать в другой город такого наверно не получится он просто уволится найдет себе другую группу врачей или другой пойдет в госпиталь в госпиталь работать в военные врачи там скажут у вас тур в афган у вас тур они называют тур тур надо ехать туда надо ехать сюда все там значит приказном порядке а квалификации у них одинаковые они заканчивали определенные университеты где все стандартизирован по американским если вы врач если очень хороший канал я забываю все время сказать парень в калифорнии по или во флориде но он врач он здесь местный доктор он четко рассказывает что какие квалификации я не видел много примеров чтобы квалификации доктора и там савдепии или даже современной россии здесь по моему все практически обнуляется ну вам будет очень проще конечно заниматься но это отдельная история так что такие вояки у меня по моему буквально в коридоре дамочка щеннон такая классная просто суп вот дни никогда не сказал бы чтобы вот я вообще физиономист никогда бы не сказал что она она у нее было по моему три тура в афган она там и и ноги оторванные и руки оторванные и там в общем да она получила образование через армию я уже не сильно анто что и мне она рассказала это нет проблем то есть я не очень докапывался почему она все-таки в армии пошла что она и там из из патриотических это это уже этические такие соображения но она получила образование в армии и в армии она в армии в приказном порядке и я так понимаю ее отправляли в точке так в ссср медицина была не так сейчас мы заканчиваем ребятки уже время подходит уже хорошо посидели и сейчас я прочитаю чтобы без обид в ссср ваши комментарии в ссср медицина была не такой не такая красивая как в сша но намного эффективнее я так предполагаю думаю медицина не выгодно медицине не выгодно полностью вылечивать пациента так так как чем им потом заниматься наверное есть какая-то доля здравого смысла но все-таки я думаю сам медик по сам по себе хочет чтобы человек был здоровый наша компания хочет чтобы все были здоровы из-за этого у нас там всевозможные вот эти бонусы чтобы выходили не курили пили там один стаканчик вина или там алкоголя прессавдепии наверное трудно сказать обучение было наверное очень неплохое но про практически да ну и люди поздоровее при совдепии то были сейчас наверное экологии то здесь ну вот видите 90 тысяч уже откинулась короны вирус сделал что-то с организмом да и какие-то органы которые не хорошо работали но в основном легкие начали отключаться 90 тысяч здесь официально зарегистрированных я думаю даже больше где по в приписке я не очень верю здесь здесь за это будет просто суд и тюрьма завод что там коронавирус коронавирус я в это не верю не то что не верю это это просто нереального здесь где-то в других местах наверное я имею ввиду в мире приписывают и отписывают там и нереально ребят здесь так далее в ссср была медицина для каждого вне зависимости от благосостояния здесь медицина для каждого если у вас есть работа а это и смысл вы получаете страховку либо вы покупаете страховку не тратите деньги на какие-то новые оружие на какую-то новую машину покупаете страховку и по этой страховке вы все вам медицина помогает с минимальными оплатами из своего кармана то есть здоровым быть по-любому что в при присовке что здесь до без страховки загреметь в госпиталь с каких с какой-то операции сложнейшей да это это будет там десятки до десятки тысяч каких-то денег это мы отдельно поговорим я сейчас ребят заканчиваю мы хорошо посидели про профессии которые вот вы спрашивали я вам отвечаю окей я не очень хочу дискутировать честно про что там сравнение сравнялки это в пользу бедных честно так бога очнулся наконец-то в ссср была медицина я под столом а ну медицина бухнул и значит все все сошло а с российским дипломом можно работать воякой врачом в сша ну нужно переучиться наверное если сейчас все меняется да иммиграция практически закрыта на данный момент не то что она закрыта совсем но она приостановлена окей ну скажем гипотетически ты приезжаешь сюда легально или ты какой-то делаешь выдающий медик какой-то да ты связываешься с нейви к примеру потому что у них там кости отваливаются головы от от отскакивают с нейви где очень травматизм мощнейший говорит что я могу поставить там к меру они верят вдруг тебе дают тебе разрешение на это дело ты учишься учишься учишь идешь как это наверное это я так продумываю но только можно так сделать официально да и с какой-то грин карты временной под вот эту армию начинаешь служить ну и отправляешься сразу куда там в афган или в одну из горячих точек которые не каждый день вам показывают здесь тоже так здорово наполеон так цитата из фильма патриот стивен сигал по телефону отвечает царушнику продлевают болезни а я лечу ну наверное есть какие-то недобросовестные доктора которые делают везде есть говно ребят в любом но здесь его просто меньше вот так за резюме недобросовестных недобросовестных людей у меня кстати отдельный стримчик можно сделать как раз про проразвод разводят на на такой mail но это не фрод но чем как облапашивают лохов отлично ну все ребят мне очки очень нравится они не рефлектируют я защищаюсь тоже от говна какое идет кто не нравится кому не нравится мой лексикон извините только так доходит с таким лексиконом гопниковским мясников говорил мясников говорил что ему пришлось переобучать да переобучаться с нуля это даже тебе это по вам тебе вам поможет что вы знаете латынь что вы знаете английский свободный что вы знаете потому что без этого вообще даже квалификация и потом уже переучиваетесь на по методике штатов я думаю канаде почти то же самое окей напоследок вопрос не по теме давай и все вот вопрос один я зачитаю так читаем отлично все давайте завершать до встречи до встречи давай это самое мультичанел мультичен челлендж magic action for youtube тим 7.8 слэш хэштег так что ребят да нет все это переучивается здесь ну может быть вы нет не не должен нет колледж пойдете в колледж и будете вот эти вот может быть каэропрактики какие-то да вас там куда там встроит в какую-то фигню так вопрос в сша мясо саши вопрос в сша мясо оказалось недоступным для простых американцев в штате огайо в магазине который пять минут на машине я могу 10 минут на машине 15 до 10 минут на машине я могу любое мясо купить курицу нужно утром ехать в магазинах рядом которые пять минут курица практически в любое место грудки ножки жопы любые где-то мясо нет у нас мясо есть вот об основная сейчас заканчиваем бят основная проблема русскоговорящих среды все ребят вы думаете ну не не мои самые любимые подписчики которые здесь сейчас момент вы как-то ребят все усредняете прямо сейчас город сравнить к примеру downtown там наверно нужно бегать по магазинам сейчас наверное уже все по-другому до после в двух месяцев уже как-то устаканилось но я живу в лесу у меня здесь пять магазинов в радиусе но не в радиусе в 15 минут в каком-нибудь я такого не было чтобы я что-то не купил и я не могу я спирт не могу купить вот спирт 90 процентов мне для работы здесь дома я не могу купить или про пшик и там я не не параноидальный но какая-то фигня приходит я ее по пшику спиртиками открываю коробочка коробочка приходит каждый день так мне немножко осталось вообще я забил на это делал давно так you s m l и можно сдать типа экзамен возможно и ребят я еще в этом я ноль я по аппаратуре видео записывающие аудиозаписывающие монтажу видео и прочее 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 сделает вам какие-то там вот такие в этом аптека она фарматиста по моему тоже нужно работать если я правильно аркаш тебя понял да хороший вопрос очень хороший вопрос оскорбитель и потребует ли корочку с вас это отдельная история но спирт продают но он технический спирт куда конечно 70 процентов и и 90 процентов технический спирт нет его даже его нюхаешь уже караул медицинский спирт я не знаю где то наверно продают который ну ха бухло ты и так дешевая я не думаю что какой-то медицинский спирт не видел что прям такой медицинский как при совдепии был я не знаю как сейчас такого здесь я не видел это технический спирт его там канифоля разводить так ребят супер пишите еще вопросы я немножко узнаю про переквалифицированы вот у нас есть она же гражданка сша женщина следующий раз расскажу она из турции она гражданка турции она гражданка сша вот она училась турции и она сейчас доктор здесь в аптеке спирт продают при совдепии смысле в россиюшке но отлично здесь только технический все ребята отлично посидели пишите еще раз так не успокаивается а изо про на ну технически да ну да такого на с ней снесет или как или еще можно вообще откинуться наверно ставится из таких спиртов то есть вот этот спирт и пишешь magic magic теперь меня читать мне сложно такие долги by peace ты пишешь про этот спирт и за пропану 99 и 7 он технический или обыкновенный ok ответь стрим еще будет немножко идти просто да или нет технически yes технически ok все ребят как нам сделать заставочку такую у забыл праздает поздравить с ними пионер сейчас я еще один стримчик закачу чтобы не они не накладывались друг на друга все давай ребят успехов вот но посаран прорвемся как всегда давай